так всем привет продолжаем работу то есть знакомиться с материалами и текстурированием и теперь на примере нашего стульчика так что я тут проделал вот сейчас мы покажем и нажмем слэш да у меня появились болтики болтики думаю не составит проблем у вас смоделировать вот также на подушках я добавил там больше чуть больше детализации вот я к ним применил еще два с уровня subdivide и перед этим я еще это скопировал перед применением до яска подушки скопировал то есть вот у меня есть подушки до того момента давайте покажу когда я сетку до уплотнил еще более чтобы сделать эту детализацию то есть я это дело скопировал и скопировал в создал еще две коллекции назвал слухой и стул но вот пока отключен так теперь отключайся так показываем эти дам детализации добавлял я добавил два слоя два подразделения subdivide дамы на сетка стала плотная такая вот потом перешел в режим скульптинга вот взял текстурку текстуру я скачал с какого психолога лоджик альфа с вот такая какая-то помятость выбрал мэппинг view plane а в строк метод анхарет дак с обычной кисточкой потом вводим и добавлял вот такие вот штуки помятости думаю с этим никаких сложностей не должно возникнуть вот в общем то я а еще strange уменьшил пошу по умолчанию да он такой большой был бы кто там по скульптингу да что-то пропустил я еще кирпич недавно там моделировал текстурировал вот и дискульптил его zbrush и думаю станет понятно так и поехали дальше перешли значит я это разбил на отдельные части желательно это все как бы по переименовывать переименовать можно так нажать выделить объект наживаю 2 вот не пишем например эта часть будет у нас топ нижнее подчеркивание хайх да не переименовываю вот так и именно в таком виде чтобы у меня мармасет потом сам посоздавал группы для запекания вот это вот часть нажимаем 2 будет миду вот так есть и вот это с 2 вот так сделали да еще есть болтики у меня так и надо будет подготовить и лоупольные такие штуки так то есть есть у меня будет давайте подождите сейчас я назову вот это это чего как его назвать то многие назовем ноги а их вот назовем так вообще ноги по большому счету тоже нужно будет разъединить в отдельные элементы но я не буду делать вообще правильно было бы так мы посмотрим просто какие артефакты возникнут да то есть печи их также надо было бы отдельными элементами так будет правильнее вот в местах где будет пересекаться опять же у нас этот кейч у нас тогда не будет возникать никаких артефактов вот так ноги 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 я подождите подушки вот эти ноги нажму дэвид и удалю да и ноги ноги я 6d и нажимаю м и их слой лол так этот пока отключу и в ногах мне нужно применить модификатор в его ой модификатор мира хотя хотя подождите пока еще рано бэвал и subdivision я удаляю вот получается такая штука назначим группы сглаживания вот и тут важно подобрать правильный такой угол чтобы на вот тут нам тоже должно быть сглажены так тут сглажено все нормально так моделька сразу опять же скажу ее надо будет подправить да тут будет очень большое несовпадение форм вот так с ногами ну-ка дам мирр пока оставляю потому что буду править еще ноги вот ну давайте например с ног и начнем я все вот эти вот элементы пока что они это 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 попрячу чтобы не мешали на оставим только многие вот тут тоже подушки пока что спрячь вот выбираем лоукольные ножки до наши переходим в какой-то вид заходим в режиме редактирования шить за это например его тут мы видим нажимаю альт-клик давая скринкаст включить чешно вот и видим до большие несовпадения вот где вот несовпадение геометрии там будут такие черные пятна нам поэтому геометрию лучше бы добавить вот перейду в режиме редактирования вершинок и тут более так и и сделаем о геометрии выровняю ну вот будем печь все эти косяки увидите да и там потом уже будете в зависимости от поликаунта вашего да какой он должен быть добавлять или убирать то есть сами смотреть насколько должна быть плотная сетка и повторять вашу модельку нам вот оставлю вот так ну и везде вот мы видим но нашу хай поле видим лоу поле нам нужно вот эти вот так более менее чтобы подходила под сеточку но тут возможно контролер добавить еще так сделаем на то есть вот тут тот момент ну тут даже так довольно неплохо получилось просмотреть все это дело надо здесь как-то я бы чуть так вот тут у нас да какая-то беда так порядок возможно тоже выделяю контрол беру так раздвину ты порядок так вот тут может быть проблемная да такая область у тут ему желательно подобавлять чуть больше подразделений вот видите чтобы ну все у нас как бы обтекала эту форму так стало лучше так так ну и просмотреть в общем-то модель куда вот тут какое-то такое чудное странное место нужно приподнять рассмотрели просмотрели в общем здесь делаем так чтоб все у нас совпадало так сделали вроде бы хорошо да модель в модели вот с этим вроде бы закончили так но упальная есть я ее сделал вот тут давайте я сейчас эту пока прячу а вот это вот объединим это наше хай поле я наши болтики к вот этому применим нажимаю control джей есть до болты тут вот желательно можно зайти опять же там проверить выделить все нету ли никаких там лишних вершин у нас всякое может случиться ничего не увидел так ну вроде бы нормально а здесь теперь миров применяем бэвал применяем и применяем этот садди вижу теперь без всяких модификаторов получили хай поле да и там еще подушки у нас есть хай поле с этой вроде бы закончили прячем вот так ноги хайх 001 надо переименовать на ноги просто лову есть посмотрим так тут пока модификатор я не применяю или применить применим применить не применить не знаю что да обычно с этим надо не торопиться ну хотя я могу половинку удалить вам в любой момент и будет все нормально ладно применяем есть теперь наша задача подушки на по подгонять сделать лоупольные подушки вот это вот сейчас у нас сильно хай поле давайте я выделяю нитки они нам точно не будут нужны мы их перепечем x тут еще что-то не так много x так вообще да чтобы не повторяться я ее сразу возьму от зеркалю меньше не движение делать вот 6 z и и выделю половину вот этого так x и удалим так вот эти моменты да я хочу как бы взять сделать какую-нибудь ans обдевает больше помню чуть-чуть упростил задачу до чтоб нее сделать по быстренькому лоупольный поэтому вот эти части я вот так вот по кликаю вот здесь кликну да вот тут и этой же что же самое делаем так и так нажимаем и ой альт м и тут фейсбай и джесс то сплит он их разделить сняли выделение или теперь на вот эти вот у нас отдельные части мы их просто удаляем x это так а здесь нам нужно поделать бриджи теперь эту эту выделил control и бричард шутц так теперь тут раз два шифтер повторить операцию опять два шифтер повторили теперь попробуем добавить модификатор семей то здесь выберем ans обдевает а здесь 4 поставим посмотрим форму вроде сохранилось все хорошо 6 z посмотрим на сетку то и сетка не плотная то такая тут есть какие-то косички сейчас мы их удали применяем модификатор вот можно также неров применить вот и заходим начинаем работать опять вот здесь вот эту часть опять же сетка какая-то плохая вот это на то есть не надо вот здесь над тремя подушкой сразу работаем отделить можно также б нажать это рим на сняли выделение по выделяли ненужные вот эти части и мы их удалим делить есть теперь вот эти части выделяю выделяю тут выделил нажимаю е x то есть экструдирую по оси x чтобы они схлопнулись ставим клипинг так вот и добавим подразделение чтобы были квадратики такие нормальные так есть тут готова вот тут много лишних каких-то частей да очень плотная сетка не в общем-то это не очень нравится поэтому наверно сделаю клик вот здесь не клик вот здесь нажму control плюс шире выделение да да вот этих как-то промазал я короче тут какую-то вот среднюю выделяем control плюс где-то так дам нажимая x и удаляю вершинки тут тоже до среднюю control плюс вот этого нет control минус нажимаю нажимаем нажимаем нажимаю нажимаем 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 звук и ф Source нажимаем нажимаем как-то тут тоже да вроде там одна осталась часть не туграни выделит но x таким скажем нажимаем до x и удаляют и тут тоже делаем бридж это это control и бричат шлупс тоже бричат шлупс и здесь повторим шифтер можно нажать так дальше 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 в принципе можно вот это стать наверно я возьму еще упрощу и вот эти части тоже удалить посмотрим как она что запечется так мы сделали уже до более-менее лоу поле так control и применю и разделю на отдельные части p selection твой бою sports до чтоб это все сразу стали 1 2 и 3 так и вот это у нас топ и она должна быть лол нажимаем 2 топ нижние подчеркиваю вот это не да главное не ошибитесь в именах и вот он вам так все вроде бы так как надо middle middle high middle low нормально на эти части сделал все хорошо вот так назначу назначу им также автосмуз смуз и тут автосмуз так а вот тут бы он мне не нужен да вот это поэтому чуть-чуть увеличу так недели острая грань не появилась вроде нет вроде бы все хорошо да то есть подушки есть мы сделали меньше полигончик of да если так посмотреть у нас 14000 а кстати вот этой панельки у кого нет можете нажать preference перейти в интерфейс статус бар и включить что вам нужно также можно статистику выводить вот в этом окошке statistics брать да и у нас все там 14000 треугольников а если мы посмотрим на нашу хай поле и выведем какую-то статистику то тут 13 миллионов и с этими 13 миллиона и сделаем то особо ничего и рендерить это рендерится это тоже будет как бы долго вот так модели модели да вроде бы как бы они у нас и ничего вроде все совпадает нам нужно теперь сделать подготовить юве развертки на хай поле прячем и идем наши давайте ноги вот ноги развернем ноги я иду юве эдитинг выделю так что у нас бэвэл и на помечены до бэвэл и вот это убрать надо вот мне нужно их да вот видите есть у них вот острые грани там где есть острые грани если мы хотим туда запечь бэвэл мы тут должны сделать шов обязательно да поэтому я возьму сделаю там выделение сниму селок салат шарп edge вот только тут внимательно да посмотреть чтоб он нигде лишнего шарпа нам не втуллил особенно там где нам этого не нужно например вот здесь но мы модельку как бы подровняли все вроде бы хорошо осмотрели да ничего тут не появилось что хорошо есть я значит беру и разрезаю нажимаю теперь control е в марксин то есть пометил швы далее выделяю все нажима а кстати я выделяю да у меня я буковку а нажимаю выделить буковка а снять выделение да это было в прежних версиях блендера так потом изменили на двойное нажатие а это снять выделение или alt а а вернуть например как ну а выделили а сняли это можно в кеймап и поставить эту галку да то есть переключать select вот выделяем нажимаю ангра так и появилась у нас тут такая себе как а да почему она такая потому что вот у нас идут вот эти планки да и тут будет идти как бы текстура дерево она как изготавливалась в общем-то гнулась да и вот это нам ну никак не подходит пошло если мы каким-то чекером зальем например я перейду в шейдинг добавлю материал и назначен у него тут текстур мне не брика читаем текстур чекер текстур дай подключу на бы искала вот и также нажмем control т при том что у вас not wrangler включен выберем юви и увеличим это посмотрим вот тут видите как бы хорошо идут на хорошо наши квадратики все четенько а вот тут они как попало и это не есть хорошо на нам нужно будет повыравнивать наши вот эти вот острова да то есть их называют островами все это как бы подровнять и я собираюсь назначить вот эту текстуру а видите как она идет как эти волокна идут то есть я должен все это дело назначить и все вот эти вот острова развернуть в нужном порядке чтоб они шли по текстуре вот для этого в общем то каждый вот этот вот элементик нужно выровнять как это можно сделать можно перейти вот в режим точек выбрать манипуляторы чтоб мы видели да и например он берем какой-нибудь квадратик включаем еще привязки к вершинам я беру control зажимая да вот к этому квадратику к этой точке эту к этой точке вот эту сейчас за ось хватает к этой точке эту выравнивать то есть я получил квадратик да теперь переходим в режим пейсов выделили нажимаем w и полу актив квас и видите у нас вот эта штука вся выровнялась да и как бы все хорошо но вы поняли да сколько этих частей это неудобно есть аддон text tools в нем есть инструмент который это быстро выравнивает и есть аддон но текстур с бесплатный а платный я использую ну извините не дам да нельзя так это я его покупал вот но есть тексту бесплатный на крайняк можно поделать квадратики и все это выровнять дам где-то у меня как-то дон юви тулкид на ли вот его установлю и активирую принципе нормальная такая штука но мне интересует тут одна часть да то есть я сейчас по выделяю те элементы я просто тоже навожу или нажимаю которые я хочу сейчас выровнять вот вот эти и в м панели юви тулкид по моему где-то вот это вот по моему кнопка все это дело выровняет вот далее мне нужно все как бы по текстуре по разворачивать да я могу перейти тут в режим выделения островов то есть выделяя какие-то нажимаю r90 переворачиваю на 5 можно shift r нажать на это есть те острова которые перевернут которые как-то не так лежат у нас не по текстуре я переворачиваю так вот это вообще чуть-чуть это такое а это у те там планочки что шрифтер вы же все вроде все перевернут да мутей вот тут конечно какие-то островки одни так лежат другие так нужно попереворачивать это скорее всего наши крышечки вот так ну что-то сделали теперь мы это берем давайте на всяк случай усредним это все чтоб размер был одинаковый да и нажмем юве пока иванс вот он их как-то запаковал мы взял мне опять все по переворачиваю поэтому вот тут галку роты снимаем а тут пэдинг там 8 поставим нам вот сделано но я еще тут такое дело не хочу использовать две текстуры хочу использовать одну и на подушку да и на как его но вот этот этот элемент да поэтому я хочу как бы все это влепить от в текстурный атлас и я буду там чуть-чуть масштабировать пока что я вот эти элементы вот так сдвину теперь я иду и показываю наши подушки на с ними я тоже буду работать я выделяю подушки и это разные сейчас до элементы захожу в режим редактирования вот и также я подделаю у них прорези да сейчас где есть вот sharp и у нас давайте я опять сделаю select sharp edge а острые грани пока что спрячу вот отлично это же контроле маркси вот дальше по сделаем где-то разрезы да например вот здесь только тут я раз выделил с контролом 2 выделил да вот идет путь опять маркси вот здесь тоже выделю вот эту не с контролом кликнуть нашу право никого вышло контроле маркси так ну и наверное сейчас они такие пироги длинные будут вот откуда тут у меня шов появился ну как раз круто тут пусть будет шов вот вот это такая видимая часть желательно даут и где например невидима где вот можно тоже сделать тут шов поделитесь на не такие пласты пошу развернуться будет неудобно вмещать на наш квадратик вот сейчас попробуем пометили так тут тут есть ну и тут для где-то шовчик так контроле маркси выделяем все нажимаю амбра да и вот они нашей части по создавались вот давайте тоже как-то чуть-чуть отнесу теперь где беру выхожу выделяю все элементы захожу выделяю все и мы видим да все наши и ножки и эти и все это надо разместить на одной текстурки вот так тут мы тут мы тут мы сейчас сделаем а вы рович да вот попробуем сделать сейчас пак эти острова ну как-то дано делал чувствую не влезет да все сейчас мы что-то по переносим вот но придется с чуть-чуть смасштабировать на еще вы пока всегда смотрите как бы на чекер да у многое нам покажет кстати вот этим элементом давайте я тоже назначу материал нажму контролель и скопируем дошут не видели этот чекер вот то есть видите как квадратики уже тут пошли они все правильно огибают нашу форму вот плотность хорошо все заполнено просто нужно вместить это все теперь в один квадрат вот для этого возьми наверное я чуть чуть уменьшу это дело не как-то так потяну сейчас вот здесь что-то влепим надеюсь что там смогу тут многие части кстати вот это как вот такие можно было бы там оверлапнуть до друг на друга по накладывать и нам бы очень сэкономило это пространство юви но ладно то какая-то другая тема будет вот я тут сейчас возьму дамки в режиме работы с островами вот эти вот островки куда сюда перенесу это попытаемся уместить так пока что плохо так давайте это куда-то сюда это повернем сюда не влезет так эти нужно рядышком так почти да опять же если вот эти чуть-чуть повыравнивать ну там в принципе идет можно было и ровнее на сделать там кусочек кожи вот можно попробовать конечно вот это там релаксить да и чуть-чуть подействовала вообще чуть не работает странно так не буду разбираться на почечен почему почему-то не работает так запихнем а кстати ну можно например было сделать control м x да и вот теперь я их чуть развернул и опять у нас чуть больше места появилось вот выделим островки сюда как-то вместили так тут у нас много вот этих вот всяких планочек так вот тут кстати вот это нехорошо когда они 1 1 почему они так стали так так среднили сейчас я эти не трогаем вот эти еще раз запакуем так что ты скачешь так эти почему-то покрутились у нас на место вот у нас должна как бы текстиль дэнсити да вот нас плотность пикселей быть как бы одинаково но поскольку я там планирую в фотошопе на кое-чем поделать вот я там сам могу нахимичить как мне захочется так как-то тут их там по раскладываю да то тут может этот квадрат в мощи вот эти тут будут этот вот сюда да что-то там запихнул это попробуем сюда влезть не влазит так разверну тупо накладывались еще то что такое ну сейчас мы такую за химичей пак все страшно у нас да это какая-то такая запаковка отвратительная так я просто одну для чего сейчас еще раз марки пропал ну верни паддинг так уменьшим ну сейчас приблизительно тут разложили теперь попробуем вот эти вот все части по раскладывать вроде бы влазят вот тут мы можем поближе под засунуть вот соответственно еще тогда могу чуть увеличить так да и не забывайте сохраняться дороже так какую-то операцию такую сделал блендер что-то у меня повис и это очень вообще страшно сейчас мне страшно что я сделал нажал кнопку d нечаянно потому что промазал по с какая-то это было операцию которой я в общем и не знаю так с да чуть-чуть как бы масштабируем и также размещаем на квадрат потому что если вы лазите за пределы квадрата это уже тайлится да ну и допустим смотрим по нашим квадратиком вроде бы все хорошо везде равномерно да вот вот значит я выделяю все и возьму еще свою юви координаты делаю экспорт ювела и аут выбирая разрешение в котором буду рендерить 4 к 496 выбираю куда давайте на десктоп сделаем папочку еще бэйк вот и в эту папку назову эту картинку как юви и экспортируем понадобится так с моделькой да у нас как бы сделали модельку развернули у нас все хорошо вот теперь нам надо подготовить все это как бы к запеканию на то есть если упорная часть вот она с вот этими всякими нашими штука и есть хай поле вот берем экспортируем выделяю слой именно нажимаю файл экспорт fbx здесь актив коллекшен мышь на оставляем выбираем нашу папку куда бэйк и тут я называю это хоп и вот в хай поле будет экспортироваться ну какое-то время да потому как много полигонов много она занимает место нажимаем экспорт он как бы блендер в общем-то подвиснет ну такое со всеми редакторами макс тоже долго ты их сохраняет вот то есть какое-то время ждем после чего да будем там смотреть гену папочку куда я сохранил будучи стул приход есть наша пока текстурные координаты по сути да как расположены наши развертки они нам помогут понимать фотошопе где какие детальки вот это деревянные детальки лежат да вот это он там кожаные наши изделия и мы поймем как за заполнить что текстурой вот так ну сохранилась на минутку он подумал вот появился до файлик с лоу-польной моделькой думаю будет все быстрее выделяем опять же коллекцию файл экспорт поедет и называем ее л.п. также актив коллекции наш тут все быстро так откроем марма сет вот и пробуем да первое создаем мы как бы новый бекер вот и тут есть видите quick loader нажимаем лод выбираем наши две модельки и открываем опять ждем так все закинулась на наши модельки появились и видите они тут как раз по группам по создавались и нам не пришлось вручную все это делать 5 напоминаю до вращаем в марма сети alt и левая кнопка мыши перемещаем alt и средняя кнопка мыши или колесико и масштабируем правой альты и правая кнопка мыши так и все у нас модельки тут получились кнопочками аж и эль мы можем прятать или хайпольную модельку или лову-польную модельку еще я тут да немножко накосячил я забыл назначить на хайполь и модели материалы они бы тогда сюда подтянулись и мы бы могли запечь это войди карту вот но если это будет интересным и потом рассмотрим и тут нам надо теперь нажать как бы кнопочку превью вот он говорит что не путь да не знает куда сохранять это все и мышь в папку бэйк там назовем стул так и сохранить вот сейчас выбрана карта нормалей так задумался так ну и вот до запеклось это наша лоу-польная моделька вот сейчас детализация да не очень поскольку вот тут у нас стоит что 2000 вот но мы уже видим детальки вот и видите вот где слабо обтекала у нас это все до появляются такие черные в общем штуки вот где хорошо тут мы по моему делали мы их в общем-то избежали да поэтому нужно как бы типа делать так максимально чтоб она ну и тут видно да такое сильно рогатая можно было бы под подразделить вот ничего страшного не случилось и как я вам говорил вот видите вот эти вот косяки вот это за того что наши кейджи да вот бот сейчас давайте я выберу не боттану ноги вот ноги и кликнул тут на лол видите кейджи пересекается и в местах где они пересекаются получаются вот такие вот артефакты поэтому нужно было по разделять все эти объекты и вот так же бейкер группами импортировать это заняло ну плюс пять минут у вас бы весь этот нейминг и дальше все это закинуть ну и тут опять же да что тут можно сделать во-первых показать нам хайполь ную модельку вот и кейджи еще можно чуть подогнать да вот тут он сильно как бы торчит нам главное чтобы он болты то увидел вот они покрылись и все тогда хорошо спрячу хайп поле на вылево когда пересесет пошевелили он там перри запекается а бывают еще такие ситуации что вот например эти болтики могут да у вас отображаться как-нибудь такие яйцевидные что ли до овальные это потому что от из-за кейджа чем он дальше дал тогда объекта если бы пламмы на плоскость петли вообще никаких проблем не было да так у нас как бы лучи и они под уклоном идут и растягивают эти элементы эти штуки можно например переходить в пейнт скью дает в места где вот эти вот болтики можно будут помазать на и видите мы выравниваем нормали в этом месте вот и они будут уже как бы ровно печься нажимаем дан или с контролом можете до мазать типа вернуть как было вот но сейчас давайте я сделаю да там чуть большее разрешение пикер перейдем ну запечем все в большем разрешении мы там 4k будем печь курватуру и амбинта клюже выставляю санплов санплов влепим 64 битов 16 сделаем мульти лэйр это не будем каждый в отдельный до psd формат вот тут также вы мы в psd а могли выбрать да там или торгали gpeg или png на то есть какой надо тут и выбираем по умолчанию и psd стоит так дальше там бомбинте да можно райкаунтом увеличить 512 поставлю нажму дам и а и еще бы я тут ту сайдет поставил вот но тут пример такой не очень да тут негде даже показать ну пусть будет это галочка это если ладно упустим этот момент поставил поставил вот потом на каком-нибудь примере еще где-то будет я покажу для чего она надо вот то есть обратные стороны будет запекать там амбент или нет будет ли она влиять на амбент так сказать так ну и опять нажимаем кнопку в принципе разрешение большое там по увеличивали число это и поэтому процесс такой займет ну думаю пару минут нажимаем бэйк и погнали может видео подвисать класс в общем весь процесс там за ним три минуты так вот тут да наши превью по удаляем вот эти в общем все материалы вот он у нас накинут вот тут мы хай поле мы спрятали до этого больная моделька наш вот везде назначен один материал выбрали металл из уберем вот и начнем накидывать посмотрим что мы там напекли первое до нормам и выбираем стул нормам мог и появилась детализация нам ответил те места что говорил про долговатые такие болтики получились вот в принципе дамы на нашей лоупольной модели видим шовчики помятости как бы все хорошо да вот это чуть-чуть конечно добавить под лупов да и повыравнивать это не очень нравится ну так бы если я это сейчас все делал это видео затянулось бы надолго а так думаю смысл понятием вы разберетесь дальше по ну можно посмотреть там окружен да как он там запекся не нужно сюда включить клацнуть я мало вот даст затенением стало еще все интереснее даже этим и наши глюки куда-то по пропадали вот так ну есть как бы все круто так сейчас постараюсь еще по-быстрому нанести какие-то текстурки вот переходим photoshop открываем и закинем наши вот эти текстуры туда сейчас я по сути сделаю диффузную одну и к карту ровность и хватит вот выбираю и сюда кидаю есть открыли все три так на карту а о слой можно там разблокировать и сюда кидаем текстуру где-то деревяшка давно на прошлых уроках там делали делали вот она закинули и сохраним на сейчас возьму так сохраню и и зеро стрирую вот слой ambient мы ложим наверх и он нас будет ему этот выбираем умножение и сохраняю файлик контур с сохраняем в этом еще классно в мармасете что у нас то обновление делает сейчас я тут оклюжен к ведь и уберу а на альбедо теперь данная аох лучше было переназначить вот тут то есть с моей текстурой да и смотрим появилась давайте в этот sky сделаем какую-нибудь пресса другую пояршу нибудь поярче а пойдет на нажимаем и все и видим да наша текстурка вот тут появилась то есть везде все хорошо круто отлично вот то есть и мы видим какие части нам еще с ними надо сделать да то есть вот тут видим это у нас кожа а вот тут дощечки да то есть это все должно перекрыться для чего мы еще сделали тут плохо видно да для чего я делал вот эту вот юви png вот я ее добавил сюда перетащил и тут теперь я вообще буду отчетливо видеть да где какие части вот на каких деревяшки на каких мне кожу надо сделать и по сути вот здесь мне нужно немножко взять за тирочку давайте сделаем жесткость стопроцентную так клацну зажму shift и протянул на сотру то есть у меня чтоб там не было текстуры этой дерево на моих как бы кожаных изделиях так есть затер все хорошо да вот вот так вот вот тут мы видим болты еще до если болты нам надо там подкрасить и тут мы тоже можем например взять создать еще какой-нибудь слой взять черный например взять кисточку увеличить чуть-чуть тоже сделать края жесткие вот так знает то есть мы тогда тем самым покрасим наши болтики тут покрашу давайте где-то по подкрашу чтобы увидеть как подкрасить также их потом они же типа металлические нужно будет создавать карту металлические вот я там в нескольких местах в общем-то кликну на новом слое что элементарные потом смогу создать маску так где тут они еще здесь на за ну так минут в этом месте посмотрим что в общем с ними произошло также сюда я возьму эту карту 9 датчика публикатуру вот и и правой кнопочкой дубликат слоя я отправим на а вот это а у муки а вот она диана вот она появилась ее кладем наверх над а вот и выберем ей перекрытие так на эту пока спрячем нажмем control с вот сохраню это все control с сохраняемся и посмотрим в мармазете что там произошло сюда я ничего не увидел эти удаляем что болты красил красил болты да они прокрасились или что не так она не сохранилась не сохранилась так лендер не трогаем до обновилась теперь так тут какая-то беда появилась вот болтики покрасились вот эта беда беда откуда она приходила да где-то что-то я не подокрашивал так я еще до юви потом менял взял так понятно да заново надо бы юви эту еще чтобы было понятнее так я возьму эту удалю еще раз ее ставлю дед project так ставим из ее стрирую авто выбор уберу так и тут смотрим до хватает ли вот сохраняю и смотрю на своей мармазете на все ли у нас хорошо так опять что-то не сохранилось ну фотошоп что-то не сохранилось возможно долго обновляется 4к да вот есть части где чуток не докрашена текстурка не дошла так я наверно трешет мне лучше было видно да возьму ювиху выделю тут зайдем в режим редактирования вот выделяю всю опять экспортирую да потому что я переделал и она чуть-чуть чуть-чуть не совпадает и к нам на папку бейк и юви так сейчас есть и ее теперь перетянем чтоб лучше было видно все и вот эту долю вот и закину новую а теперь все попадает да и у нас есть понимание того где что какие элементы да вот видим видео видим тут будет попадать вот здесь нужно ее стереть наберем затирочку так и не у вас охраняет так еще я взял где-то нашел текстуру skin на то есть кожа вот она тут я ее с чего возьму строим отправим туда пока наверх вот ее тоже растрируем тут судя по вот этим и по нашему разрешению надо бы ее уменьшить а давайте я сразу ее как бы накопить сейчас на то есть беру удерживая alt смещаю только смещаем точненько о на то есть вот она control е объединил их опять смещу на так подъехали пошевелили кнопочками что вот точно съехалась тоже control е совместил этими уже квадратами легче будет тоже да вот этого не должно быть так так выделяю еще две так и чуть-чуть сюда подъедем вроде все вот control е так можно было ее использовать как узор просто да и это не за не мучатся ну ладно уже так так поднимали тоже все control е объединю один и сюда так есть все накопировали хорошо можно положить ее под слой с доской и чуть-чуть ее сдвинуть вниз оп и закрыла как раз и тоже сохраняем так долго сохраняя да потому что большое разрешение пока она а ну вроде бы да обновилась получилось видим там кожу вот так эти чью и опять сдвинул пойму какой момент это произошло до юви тоже прячемся а включаем вот эти вот карты еще и control с все это дело сохраняю так ну слава Богу сохранила можно посмотреть да вот что получилось вот конечно и и надо бы еще как бы уменьшить потому что сильно великовато наша текстурка да но это же не проблема нажали control т подтянем так думают этого уже будет достаточно применим и скопирую еще раз так и шов берем есть сохраним это дело опять же до цвет можно менять надо будет темней вы вот эти части мы берем там можно control м нажать например да сделать потемнее или выбирать еще отдельно какой-то цвет да и менять то красного вот на то есть сделали и давайте все таки еще темнее вот такая текстурка это я к этому слою применил опять же дерево если темнее можно вот так вот это все взять вот что касается карты ровнеса дата вот я ее как бы не сделал ну давайте создадим файл создать тут или 96 96 что такое на 496 нажмем создать и все вот эти раз-два это ну да потертости тоже нужны пусть будет раз-два-три-четыре нажимаю правой так раз два три 4 правой кнопочкой вот и тоже где там дубликат слоев и в какое у нас пока без имени из имени кей и без имени сохраним в нашу папку бэйк назовем его так вот да и тут вот эти ответ в принципе все вообще по объединяю и теперь изображение коррекция обесцветить вот где черное это будет блестеть где ближе к белым это максимальная шероховатость поэтому нужно тут control l и добавим беленького посмотрим вот как то так до сохраняю эту текстурку сохраняю эту текстурку идем в марма сет и для вот карты где тут ровность выбираем наш ровность так посмотрим ну сильно я до перестарался по моему так вернемся control l вот здесь темнее сделаем вот так и сохраним так ну есть до появились появилась у нас фактура такая благодаря нашей шероховатости вот на древесине тоже появилась можно было поделать на там по-разному для древесины 1 стула другое ну и в общем да каков итог вроде бы все посмотрели все у нас получилось у нас лоупольная модель канона не видны и швы и в общем вся детализация вроде неплохо получилось ну вот такие вот моменты да тут это кстати карту ambient мне в ровность не надо было совать вот эту да надо кайте а это удаляю вот и вот эти вот объединяю кстати вот эти объединяют у она и так в overlay сейчас еще раз изображение коррекция обесцветить вот так вообще давайте попробуем вот так и оставим на потому что те черное это будет максимально блестеть ну вот в общем то да ничего ну и вот видите вот эти пятнышки это где не хватало нам геометрии так в общем то неплохо где-то опять же я плохо придвинул получился шов вот и все такое вот то есть марма сайте работает нормально эти же текстуры мы без проблем нужен пойти теперь и назначить в блендере да перейдем в текстур и в шейдинг вот вот это уберем и сюда их добавим папочка бейк то есть нам надо ровность стула о и нормал есть так норма обязательно ставьте в нон кола добавляем ноду вектор нормам и сюда сюда так подключили появилась вот дальше это появилась и ровность с ровность у нас не удалось нон кола и все удалось да вот этот я шовчик стратил вот а так в принципе неплохо до карту тут можно еще но дам конвертер пола рэмп например тоже на подкручивать то есть посмотреть что мы как хотим вот а вот сюда еще шифт и шейдер никого джеби кривые и еще подкручь а то есть для деревяшки надо было разные сделать карты вот на все хорошо если хотим затемнить еще все наши текстуры например да можно тоже тут позаниматься этим то есть ну неплохо получилось вот что я там забыл опять же да айди карту создать забыл нитки до покрасить какой-то там другой цвет вот с болтами ну тут я думаю всем понятно как их красить до что будет получаться а в итоге в общем да получилось у нас низко полигональное кресло выглядит хорошо вот можно еще сюда вот тут вы там скажите бампа нет можно нашу же текстуру еще есть миксовать да то есть я могу тут добавить вектор вам нас доставлю нормал проходит и ее живот взять нашу текстуру в качестве хейт вот на что появилась тут умную взять до 005 например о да небольшая фактурка тоже появилась вот нужно даже меньше да и вот это еще раз можно перепечь в нашу карту нормально так ну в общем да как то так подписывайтесь добавляйтесь в telegram вот если нужны будут какие-то текстурки даже те что я использовал скину туда вот в общем пишите комментируйте задавайте вопросы учитесь моделить давайте учиться вместе все всем пока а